Всем большой привет, мои дорогие девочки! С вами Ирина Дрим, и это канал про распаковки с различных китайских сайтов. У меня есть множество видео про купальники. Когда ко мне приходили разные странные купальники совместно с хорошим, и вы всегда спрашивали, Ира, так какие купальники из этих ты все-таки будешь носить, а какие будешь родители, а вообще что ты с ними делаешь? Очень много вопросов про мою коллекцию купальников мне поступают, но все купальники в одном прям видео мне показалось показывать странно, поэтому лучше разбить это видео на самые странные купальники и самые лучшие купальники, которые я вообще ношу, всегда беру с собой в отпуск, и вообще из которых я выбираю, да, что мне все-таки взять в этот раз на море. И давайте начинать! Сегодня я выбрала 15 лучших купальников. На самом деле 15 было выбрать очень сложно. Хотелось взять 20, а вообще изначально планировалось 10, но вот 15 я подумала, такое среднее число, и купальники реально самые прекрасные. Этот купальник, который у меня в руке, я сначала покажу вам три слитных моих любимых, черный, и он заказан на Алиэкспресс за 2000 рублей. Это самый дорогой и самый качественный одновременно купальник моей коллекции. Он выполнен, и тут есть и стетка, и такое вот красивое кружево, и бархат здесь тоже присутствует. Очень красиво все сшито, здесь идеальное качество. Я заказывала его на Алиэкспресс у продавца девушки, которая как раз-таки придумывает все эти интересные купальники, и обычно такие купальники заканчиваются у нее очень быстро. У нее, в принципе, их немного, пару штук она продает всегда. И здесь, видите, этот купальник имеет вот такие красивые рукава, которые вы можете тоже надеть, привязать и также аккуратно снять. В общем, задается такое впечатление, когда ты надеваешь этот купальник, будто бы ты идешь не на море, не на пляж, а на подиум. Ну а почему бы и нет, почему бы не быть королевой этого пляжа или королевой пенной вечеринки, но про пенные вечеринки попозже. Честно говоря, любители пенных вечеринок лучше дождитесь в странных купальниках, потому что там будет такое, что вас точно заметят издалека. Ну а этот купальник я назову утренний пляж после завтрака, прекрасного завтрака. Мне очень понравилась фотография у продавца, поэтому я заказала этот купальник, и цвет у него немного такой отдает в синеву, и в принципе меня это никак не смущает, потому что сидит он отлично, и эта полоска, она не как-то не скомкивается, а красиво прилегает. Также чашечек белых здесь не видно, то есть здесь не кружочки такие, которые при намокании сильно выделяются, а здесь красивые треугольнички по форме этого купальника. И последний купальник больше всего подходит, наверное, для вечеринок. Он супер яркий, очень такой современный, хорошо обтягивает талию вот этот ремешок с металлической вставкой, застежкой. И что хорошо, этот купальник не слазит с груди. Это самая большая проблема купальников на одно плечо, когда вы покупаете его себе или еще хуже заказываете, а затем поднимаете руку, и у вас просто вылезает грудь. Конечно, если у вас третий размер, то, ну я не знаю, честно, с одной стороны здесь так хорошо все прижимается, что ничего не вывалится. И, возможно, с третьего размера тоже не будет вываливаться, потому что хорошее прижимание, прижатие, зажатие, зажатие груди. Но это не точно. Как вы заметили, трех купальников в сделке мне хватает, а вот это все раздельные. И первый купальник, который я покажу, самый удобный, самый круто сидящий на мне, по моему мнению, это вот такой золотой купальник. Он является тоже самым дорогим. Ну, блин, реально самые дорогие купальники, самые лучшие. Вот как бы не хотелось сказать, какие классные купальники за 300 рублей, но вот купальник за 800 рублей, ну реально отличается, чем купальник за 300. И он реально хороший, он золотой, необычный. Что касается золотого цвета, кстати. Есть золотой цвет купальников на шейно-серебряный, который буквально хватает так немножко ногтем покорябать, и краска сходит. Она такая некачественная, и купальник скрипит. Это не такое золото, это реально, ну самый красивый золотой купальник, который я когда-либо видела. Серьезно, можно сказать, что у него тут и так уже есть такие трещинки, но это трещинки специальные, это просто так сделана специально ткань. Именно ткань здесь необычная, и поэтому купальник стоит порядком дороже. Ну, считайте, в два раза дороже, нежели чем другие купальники. По-моему, он не 800 рублей стоил, а полторы тысячи. А вот такое бикини я надеваю всегда, когда иду просто загорать на пляж. Оно обычно всегда какое-нибудь с треугольничками, с небольшими трусиками, чтобы тело красиво загорело. Ну и вот к этому бикини шла красивая такая кофточка в дополнении. То есть вы, в принципе, можете сначала позагорать, а потом сделать красивую эстетичную фотографию, не похожую на другие. И похожего типа купальник такой же, только яркий, и трусы здесь, правда, высокие. Кстати, те купальники я тоже нашла для вас на Алиэкспресс, и вы сейчас сможете сэкономить очень много денег, потому что Алиэкспресс празднует свой 11 день рождения. И здесь вот такая футболочка идет сверху, там еще на Алиэкспресс такие шикарные фотографии. Я еще, кстати, не фотографировала с ним, но уже купалась в бассейне. И вы можете сэкономить с 29 по марта по 2 апреля не только на вещах, но также на скидках будут и гаджеты всякие различные, и все телефоны. Вне зависимости от того, что вы заказываете, не забывайте использовать и активировать кэшбэк-сервис Letyshops через его главную страницу. Потом переходите уже на Алиэкспресс и делаете свои заказы. Letyshops дарит в эту распродажу кэшбэк, увеличенный в 3 раза. Он будет увеличен до 15%, и считайте, ваша скидка будет просто огромной. А среди тех, кто вернет денежки с Letyshops, разыграет 11 айфонов 12 про. За каждую покупку вы получаете один билет и шанс выиграть приз. Так что скоро придут новые странные и красивые купальники. Но этот купальник, я считаю, одним из самых удобных купальников с косточками. Это большая редкость, чтобы купальник с косточками сидел вот просто настолько идеально, насколько сидит твой базовый лип идеально. И этот купальник с красивыми вставками, которые вообще незаметны, в нем невероятно приятная ткань. И трусики здесь, они с такой, ну, средней посадкой. Она вроде как высокая, но и не слишком высокая. Пупок прям весь не перекрывает. Мне это очень нравится. Застежка удобная, все сидит просто прекрасно. И этот купальник с сайта TheFull. На нем тоже есть кэшбэк, так что не забывайте возвращать денежки. И вот еще один купальник оттуда с косточками. Если будете брать купальник с косточками, то обязательно берите с сайта TheFull. Не берите с Sheena. Ну, можно попробовать на Алиэкспресс. Но вот на TheFull прямо самые классные. А сборки здесь, наверное, они в каждой понравятся. Но ткань здесь приятнее, чем фиолетовая. Она будто бы какая-то бархатная, что ли, не знаю. Ну, очень такая приятненькая. И цвет зеленый, такой свежий, весенний, летний. Сейчас он, кстати, в тренде. Ну, а вот этот более салатовый, и он с Ром Ви. Недавно совсем мы с вами его распаковывали. Он идет топиком. Топик этот не развязывается, но хорошенько регулируется. И таким образом подходит под многую грудь. Но, правда, если у вас большой размер груди, скорее всего, такой купальник будет ее сдавливать. И не очень-то и подчеркивать. Но со вторым размером и меньше просто идеальный купальник с идеальными трусами. Они очень хорошо сидят, но немного залазят. Но тут, конечно, все зависит от вашего строения пятой точки. Этот купальник тоже, кстати, зафуллый. Он невероятно удобный. Это белый купальник. Я вообще очень сильно люблю белые купальники. Нюдовые, черные. В общем, однотонные, без рисунков. Вы можете заметить, что, в принципе, все мои любимые купальники, они очень минималистичные. Хотя и странные купальники я тоже люблю. И только недавно я себе заказала многие странные купальники с какими-то интересными разрезами. Но при этом они достаточно тоже базовые. То есть, например, вот такие. Да, вот белые. Но тут есть такие интересные вырезы. Он на одном плечо. Он не просто такой белый. Я сегодня не стала тащить свой леопардовый купальник. Мне кажется, вы от него уже устали. Есть у меня купальник. Вот он точно такой же, как этот черный. Только он леопардовый. Просто я его постоянно показываю. А потом люди не могут его купить. И это очень обидно получается. Этот купальник абсолютно идентичный. Просто вот другого цвета. Он черный. И здесь еще сбоку даже есть такие косточки. Небольшие они. Даже, не знаю, можно назвать это вообще костями или нет. Они так сильно гнутся. В общем-то, это позволяет этому топу не скатываться. То есть, эти косточки по бокам держат его. И вот леопардового у меня такого нет. И этот, можно сказать, что даже еще и удобней. Но ткань здесь такая классная. Посадка просто лучшая. Поэтому, если вам нужен удобнейший купальник на все случаи жизни, то это вот этот купальник. Осталось у меня три милых купальника, которые, я уверена, не каждая полюбит. Но мне они очень нравятся. Вот этот смотрится нежно. Вот как, не знаю, весенний цветок. Он такой весь кружевной. Но при этом ткань здесь такая хлопковая. Он вообще не просвечивается. Но смотрится просто цветочек. И также смотрится красиво этот купальник в клетку виши. Напоминает мне сразу какой-нибудь, не знаю, Париж. Такие красивые луга. Не знаю, вот у меня такие ассоциации. Все очень нежные с этим купальником. Но здесь трусики такие достаточно высокие. Но мне очень нравится. Именно вот в этом купальнике такая высота. И последний купальник мой любимчик. Это вот такая маечка. Здесь с завязкой идет. Она такого грязно-розово-красного цвета. И трусики здесь тоже высокие. И они вот в такое пятнышко. Вот действительно высокие трусы, когда на них мелкий рисунок, они как-то иначе смотрятся. Они не выглядят как-то постарушечьи, что ли. Они не так сильно увеличивают тебя. Попробуйте, девочки, надеть высокие трусики, которые закрывают пупок в мелкий рисунок. И здесь, кстати, в этом топе есть классные вставки. Он так круто внутри прошит. И он, кстати, шуин. Есть еще три удобнейших купальника. Но у меня вот к ним не стопроцентно лежит душа. Поэтому я их по-быстрому вам покажу. Просто некоторым, возможно, они очень понравятся. Они мягкие, комфортные. Но просто это не те купальники, которые я бы взяла в первую очередь. И если что-то будете заказывать, не забывайте, конечно, использовать кэшбэк и участвовать в розыгрыше. Вот, ребят, наконец-то я поделилась всей своей такой любимой коллекцией. Скоро ждите еще странные купальники мои самые. Сниму еще их гораздо больше, чем любимых. Наверное, выделю там штук 20. Это видео будет, надеюсь, тоже очень интересным. И чтобы его не пропустить, подписывайся, конечно, на канал. И не забывай поставить палец вверх. Но также я еще показываю в Инстаграме свой переезд в другую страну. А также там различные фэшн-фотографии могут тебя вдохновлять. Я надеюсь, тебе понравилось это видео. Мечтаю, действую и никогда не останавливайся. И всем пока-пока.